В Тверской областной универсальной научной библиотеке имени Горького при поддержке компании Сибур открылась «Экополка». Это федеральный проект общероссийского лидера по производству полимеров и каучуков. «Экополка» уже появилась в других городах в присутствии компании. Теперь пришла очередь и Верхней Волжи. Вот такие книги на тему экологии, часть из которых издана при поддержке Сибура, пополнили фонды Горьковки. 80 книг, которые теперь находятся в отделе патентно-технической и экологической информации. В его структуре есть Центр экологической информации. И Центр экологической информации — это очень активная структура. Она проводит в год более 40 мероприятий по экологической тематике. Это и научно-практические конференции, круглые столы, семинары. «Экополка Сибура» открывает возможности для множества людей осознать важность экологичного образа жизни. На этом стеллаже представлено более 15 изданий по нескольку экземпляров каждого. Это популярные книги российских и зарубежных авторов об окружающей среде, природных ресурсах, раздельном сборе и переработке отходов. Миссия нашей компании — это сделать мир лучше, чище. И поэтому пытаемся нести это в массы. То есть у нас очень много проектов по эковолонтёрству. Мы внедряем климатические проекты, внедряем мероприятия, которые направлены на снижение образования отходов, в том числе на вторичную переработку. Книги ориентированы на читателей разного возраста. Например, старшеклассников заинтересует Мирка Мазелли. История мусора от древних отходов до переработки пластика. А гардероб «Наизнанку» Анастасии Приказчиковой содержит практические рекомендации о переходе к экологичному образу жизни. Есть книги и для самых маленьких. Чтобы и дети могли тоже заниматься с родителями дома, взять в библиотеке книгу, прийти и почитать вечером с мамой, с папой, посмотреть на красивые картинки и научиться утилизации мусора. Напомним, что экополка «Сибура» размещена в Центре экологической информации Горьковки. Книги занесены в библиотечный фонд. Поэтому любой сможет прочитать их в зале, либо взять домой.